Атака коронавируса и вынужденная мобилизация системы здравоохранения оказалась тем самым потрясением, которое показало истинное место и значение этой важной социальной сферы. Ну а также высветило проблемы. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в гостях человек, который может ответить на все вопросы, связанные со здравоохранением региона. Татьяна Сачинская, заместитель министра здравоохранения Самарской области. Добрый вечер. Добрый вечер. 202-11-22. Звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы. Татьяна Ивановна, у меня, честно говоря, меня немного раздирают сомнения. С одной стороны, начинать программу с коронавируса не хочется, потому что так он уже всем надоел, и хочется поговорить о чем-то хорошем и более позитивном и вдохновляющем. С другой стороны, ну, не говорить тоже странно, поскольку это та тема, которая, в общем-то, форматирует все наше существование уже почти год. Да, совершенно я с вами согласна. Хочу сказать, что, на мой взгляд, мы все информированы достаточно и погружены в эту тему, поскольку нет ни одного канала телевизионного, который бы не начинал свой день и в течение дня не информировал нас всех о том, какая ситуация в мире, в Российской Федерации, ну, и в Самарской области в том числе. Поэтому, я думаю, ничего нового не скажу. И привычная тема, сколько у нас заболело. Мы перешагнули 29-тысячный рубеж, и количество заболевших у нас стало уже более 300 в день, сегодня 305. То есть, к сожалению, некоторая стабилизация наступила, но чтобы сказать, что все стабильно, пока мы на это не решаемся, тем более в преддверии новогодних праздников. И мне бы хотелось больше сегодня поговорить о том, что происходит на фоне, как вы правильно сказали, такой темы пандемии. Кроме нее мы ни о чем не говорим, а тем не менее жизнь продолжается, у людей есть другие проблемы, и мы живем вместе с ними, и у нас есть другие задачи. То есть, тем не менее, все, что необходимо сделать, мы стараемся для наших жителей сделать. Оценку готовности системы здравоохранения в Российской Федерации, в том числе, я думаю, и в Самарской области, она дана президентом только что. Он оценил готовность системы здравоохранения Российской Федерации. Поэтому я не думаю, что мы в отстающих, у нас готовность сейчас полная, на мой взгляд, хотя проблем, конечно, много. То есть, это совсем другая ситуация, нежели была по весне, когда мы все в испуге. Тогда нам так было страшно. Всем страшно было, и населению, и мы впервые вступили вот в это так называемое громкое слово пандемия, да, такое количество заболевших. Сейчас у нас уже все успокоились, медицинские работники уже спокойно относятся ко всему, они обучены, они уже имеют опыт работы. Ну да, успокоенность, она ведь обеспечивается именно уже тем, что ты владеешь ситуацией, правильно? Да, владеешь ситуацией, владеешь знаниями, знаешь логистику, знаешь алгоритм, знаешь маршрутизацию, знаешь проявление заболевания более подробное и детальное. И поведение знаешь, что делать на амбулаторном этапе, что на сационарном, поэтому у пациентов тоже, и у жителей здоровых много вопросов по эту тему. Почему вот мы так раньше делали, а теперь так? Почему раньше всех в больницу госпитализировали, а теперь что? Коек нет? Что мы дома? Нет, просто мировая практика, действительно здесь мировая практика, все страны, наша страна отслеживает современные достижения. Ну даже могу сказать, что временные рекомендации по профилактике, лечению, диагностике пациентов с новой коронавирусной инфекции уже девятые и готовятся вот на выход буквально десятой версии. То есть они постоянно нам обновляются с получением новых данных, как по диагностике, профилактике и лечению пациентов. А вы же наверняка знаете, вот эти рекомендации, они те же самые во всем мире, но приблизительно одинаковые? Они все основаны на данных, в том числе Всемироорганизации здравоохранения и данных исследований других стран. В этом направлении наша страна в изоляции не работает абсолютно. То есть мы как только получаем какие-то новые данные по лечению пациентов, так в других странах, так тут же обновляются наши данные, меняются схемы лечения. Поэтому это очень такой динамичный процесс. И у пациентов, конечно же, возникает много вопросов. А почему мне не делают это, а это мы вчера делали и так далее. Мы же теперь тоже читаем. Да, вы тоже теперь читаете и это знаете. Поэтому это совершенно правомерные и закономерные вопросы для человека, не посвященного медицину. Но тем не менее мы готовы это разъяснять, объяснять. И нужно просто понимать, что процесс динамично развивается, поскольку эта инфекция новая во всем мире. И опыт нарабатывается в ходе того, как развиваются события по данной коронавирусной инфекции. Поэтому здесь уже все с точки зрения логистики, маршрутизации, алгоритмов действий на сегодняшний день мы работаем так называемым в режиме актуальных версий новых методических рекомендаций. Татьяна Ивановна, у нас уже есть звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Давайте попробуем. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Хотелось бы узнать, почему закрыты все стационары гимнатологии под коронавирус? Я инвалид второй группы, обращаюсь уже не в первый раз. Куда нам бежать лечить? Скорая нас не берет, некуда везти, все закрыто. Когда-нибудь будут лечить нас? Мы умираем дома от боли, с температурой. Терапевты вообще не понимают в этом ничего. Спасибо вам за вопрос. Я прошу оставить ваши данные. Я конкретно с вами займусь, разберусь и ту помощь, которую вам следует оказать, мы обязательно окажем. Ревматологическая помощь в основном носит плановый характер. Вновь заболевшие пациенты мы их в обязательном порядке госпитализируем в стационар терапевтического профиля с обязательным осмотром ревматолога, назначением лечения, если того требуется состояние, больных всех госпитализируем. В терапевтические стационары с обязательной консультацией врача-ревматолога. При необходимости, если того требуется состояние, мы можем организовать и телемедицинские консультации любым удаленным районом с главным внештатным специалистом, ревматологом Самарской области и с федеральным центром. Поэтому, если такая проблема у вас есть, я готова ее решить. Пожалуйста, оставьте свои данные. Оставляйте, пожалуйста, ваш номер телефона. Заодно буду знать, в каком лечебном учреждении не информированы в должной степени пациентов с другими заболеваниями, чьи профили сейчас оказались, как вы говорите, закрытыми. Но, подчеркну, ревматология не относится к состояниям экстренной помощи. Поэтому в плану мы не отложим состояние. Мы обязательно пациентов госпитализируем, направляем, если необходимо, в федеральный центр. Здесь эта система, она действует и функционирует. Только сейчас у нас больше возможностей в плане телемедицинской консультации. Татьяна Ивановна, а сколько вообще лечебных учреждений перепрофилировано под ковидные госпитали? В настоящий момент работают по оказанию помощи больным 33 лечебных учреждения. Слово, перепрофилированы как инфекционные койки, перепрофилированы под оказанием помощи пациентам с этой инфекцией, с новой коронавирусной инфекцией, так и перепрофилированы неинфекционные койки в 33 лечебных учреждениях. Коечный фонд известен от 67,6 тысяч 788, это 28% от всего коечного фонда Самарской области. Этого достаточно? На сегодняшний день этого достаточно. У нас есть критерии, по которым мы либо открываем, либо закрываем койки. То есть у нас сейчас, на сегодня, вот сегодня мы мониторируем ситуацию каждый день, 30% коечного фонда свободно от 6 тысяч 788. У нас не должен этот показатель, если он ниже 20%, мы уже, у нас есть в резерве лечебные учреждения, которые готовы к разворачиванию в случае увеличения заболеваемости и подъема его. Поэтому мы разворачиваем ровно столько, сколько у нас положено. То есть в сегодняшний день более тысячи коек свободно в этих 33... Да, разговоры о том, что госпитализировать некуда, они не имеют оснований. Не имеют оснований. У нас есть показания для госпитализации, а есть показания для лечения на амбулаторном этапе. Ой, лучше лечиться дома, если это возможно. Совершенно верно, если состояние позволяет дома. Татьяна Ивановна, а вот какое оборудование работает на этом фронте, скажем так, еще не очень давно, было некоторое напряжение в плане КТ? Совершенно верно. То есть основным... Есть требования к этим стационарам, которые мы обязаны выполнять в этих стационарах, во всех стационарах, которые оказывают эту помощь, должны находиться компьютерные томографы. Вот сейчас в 33, я вам уже озвучила эту цифру, 33 стационара работают, в 14 из них есть компьютерные томографы. И как раз у нас выстроена маршрутизация таким образом, что пациенты, которые находятся на определенных этапах, у них выстроена диагностика. То есть это не обязательно есть бытует мнение, что только КТ обязаны мы делать. Нет. Мы можем делать любое лучевое исследование, так называемое. Есть во временных методических рекомендаций, любое лучевое исследование. В том числе и рентгеновское исследование обычным рентгенским аппаратом. Поэтому все 33 оснащены рентгеновским оборудованием, это однозначно. Из них 14 это стационары. Это в части стационарной помощи. А больше всего тревогу, население и напряженность вызывало отсутствие амбулаторных исследований КТ, когда у нас были только в закрытых стационарах. Сейчас мы эти амбулаторные центры развернули, и пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, тем, кому показано компьютерное исследование, показано, есть показания, они могут это выполнить вне ковидных стационаров. С самотеком в стационар ходить нельзя, потому что это госпиталь особо опасных инфекций. И когда человек сам туда идет, не зная, есть ли у него что-то или нет, он заведомо может понимать, что он, зайдя в зону, может быть, уже находиться в зоне высокого риска заболеваний, хотя у него может и не быть. Поэтому мы развернули амбулаторные центры в Самаре, в Тольятти, в Сызрани. Развернуты амбулаторные центры компьютерной томографии на сегодняшний день. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можно задать? Да, пожалуйста. Вы знаете, у меня сестра совсем недавно переболела ковидом, и сейчас у нее начинается такой долгий период восстановления. Следующий у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а должны ли ей дать какое-то направление в санаторий для восстановления организма? И есть ли у нее право выбрать такой санаторий самостоятельно? Да, спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Да, это вопрос санаторное лечение. Пациент может ему рекомендовать врач, где, когда, через какой период времени он может поехать на санаторное лечение. Это несколько иное. А есть еще понятие медицинской реабилитации. То есть это когда пациент еще недостаточно здоров, и его с этапа стационарного специализированного лечения в инфекционном госпитале по медицинским показаниям направляют на этап медицинской реабилитации. Это другое совсем понятие, где пациент продолжает лечение, но уже не интенсивное, а менее интенсивное, но тем не менее он нуждается в круглосуточном пребывании. Это все равно лечение. А здесь вы задали вопрос, если о санаторно-курортном лечении, то нужно обратиться к лечащему врачу в поликлинике и задать ему вопрос, когда и в какой санаторий он может поехать. Мне кажется, о восстановлении как раз и был вопрос о реабилитации. Да, восстановление пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию даже в легкой степени, проходит, конечно, длительный период и может протекать не один месяц. То есть сейчас наблюдение у нас вот с апреля, то есть этот человек может от месяца и до шести месяцев восстанавливаться. У него сохраняются последствия в виде остыни, в виде головных болей, в виде периодических подъемов температуры. То есть поэтому пациенты в течение года наблюдаются по-прежнему лечащим врачом в поликлинике. Кому все-таки выдается направление на восстановление, на то, что называемое долечивание? Долечивание. Долечивание непосредственно выдается в стационаре, где находится пациент на лечении интенсивном. На койках интенсивного, так называемого лечения, в ковид-госпиталях. То есть если он уже не нуждается в интенсивном лечении, но еще не может быть выписан по каким-то показателям на амбулаторное лечение, он продолжает лечение, не санаторное восстановление, а лечение. Продолжает лечение на койках медицинской реабилитации, вот в четырех санаториях, которые имеют эту лицензию. В данном случае эти санатории, они выполняют роль стационарного лечения этапа медицинской реабилитации в рамках обязательного медицинского страхования. А санаторное лечение, это совсем другой вид лечения, помощи, он не относится уже к лечению. Там понятно, да, все понятно. И непосредственно решение о том, отправить пациента на этот этап, решает врач в стационаре. Когда у него стоит вопрос, выписать домой, в поликлинику, или направить на все-таки на второй этап. Это решение принимает лечащий врач в ковидном госпитале. А пациент вправе отказаться, либо согласиться? Конечно, любое лечение добровольное. Если вы опоздали к началу программы, сегодня в передаче «Звоните доктору» заместителю министра здравоохранения Самарской области Тахьяны Сочинская. 202-11-22, телефон для звонков в нашу студию. А у нас звонок уже есть, мы его слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, Татьяна Ивановна. Добрый. Я хотела бы задать вопрос. У меня у соседка в первой сессии показал положительный, и она лечилась на дому. Скажите, положено было ей бесплатное лекарство или нет? Отличный вопрос. Спасибо большое. Вопрос замечательный. Спасибо за вопрос. Если она обратилась к врачу, то, конечно, ей должны были выдать лекарственные препараты. По той схеме, на каком этапе заболевания она находилась, если оно было показано. По амбулаторному лечению вопросов очень много. Препаратов у нас есть, набор препаратов, их около 14-18 препаратов. Более 10 схем лечения, и все схемы лечения содержат, ну, если говорить о количестве, разный набор медикаментов. Поэтому количество медикаментов, которые врач назначит на том этапе, когда пациент обратился, если первые дни, это одна схема лечения. Если дальше идет развитие заболеваний, то это другие схемы лечения. Поэтому говорить о том, что доположено, если был установлен диагноз ковид, и у пациента были показания к тем препаратам, которые выдали абсолютно бесплатно амбулаторному лечению. Если конкретно я могу разобраться с этим случаем и с этой пациенткой, переговорить и с ней решить вопрос, правильно поступил доктор, дал или не дал, и почему не дал, если не дал. Готова разобраться? Да, то есть если такого лечения не было, то вы можете еще раз набрать нашего оператора, оставить свой номер телефона, и Татьяна Ивановна уточнит этот момент. Мы свяжемся, да, и уточним, и разберемся конкретным случаем. А вообще есть ли дефицит бесплатных лекарственных препаратов? Их достаточно для всех, кто обращается за лечением, и кто, в принципе, должен их получить? На сегодняшний день у нас те денежные средства, которые выделены из областного бюджета и федерального бюджета, они все реализуются. Во всех поликлиниках есть набор медикаментов, разный набор медикаментов для разных схем лечения. Поэтому если где-то есть проблемы, я готова, пожалуйста, звоните, я буду в каждом конкретном случае разбираться. На сегодняшний день такой, как бы, проблемы нет с лекарствами. Все препараты, которые есть у врачей в наборе, они есть у них. Татьяна Ивановна, вот после открытия горячей, скажем так, линии информационного центра стало, мне кажется, немного поспокойнее людям и проще стало получить какие-то консультации, но при этом все равно человек заболевает коронавирусом, он все равно растерян, он все равно волнуется, и он все равно часто не понимает, куда ему обращаться и как получить вот эти же бесплатные лекарства, о которых мы с вами сейчас говорим. Что есть сейчас прекрасное, на мой взгляд, решение по всей Российской Федерации, номер 122. Я сегодня, я каждый день проверяю, как работает скорая, набирая с своего телефона, сколько секунд идет дозвон. 122 с мобильного телефона. Номер 122 с мобильного телефона. И там вопросы, которые вы задаете, вопрос, как вызвать врача на дома, как обратиться к врачу, если меня что-то тревожит. Там есть телефон психологической поддержки. То есть номер 122, который работает. Очень легко запомнить. Да, вот сейчас гораздо легче запомнить. Номер 122. Он работает, и у нас там в том числе есть телефон психологической поддержки. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня к вам вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, я диабетчик второй категории. Второй тип. Тепени. Вот скажите, как я должна получать лекарства ежемесячно или нет? По своему основному заболеванию, сахарному диабету, вы эти лекарства можете получать, если у вас стабильное течение сахарного диабета, вы можете получать их более чем на месяц, до трех месяцев при стабильном течении. И еще вопрос, что не ходить в поликлинику, а чтобы вам эти препараты доставляли домой. Есть ли стабильное течение? Если течение нестабильное, тут врач сам решает, на какое время выдать медикаменты. При стабильном течении препараты могут выдать до трех месяцев сразу. Если у вас по этому опять вопросу по конкретной поликлинике есть, можете оставить свои данные, я разберусь. Вот этот период мобилизации системы здравоохранения, все то, о чем вы уже сегодня сказали, он, в общем-то, показал, что возможности-то у нас хорошие, при грамотном руководстве, с грамотной организацией, да, можно многое изменить, многое достичь. А вот от чего или, может быть, от кого зависит, ждет ли нас стабилизация или взрывной рост заболеваемости после праздников? Потому что впереди новогодние каникулы, у всех свои планы, и это такой, наверное, непростой все-таки этап для медицины. Непростое испытание. Медицинские работники, вот вы сейчас начали разговор с того, что мы с вами, готовы ли мы? Мы готовы. Но от того, будут ли заполнены эти койки, или все-таки пациенты будут здоровы и останутся дома, здоровыми в своей семье, где все члены семьи здоровы, и у всех хорошая действительно праздничная страна, зависит исключительно от нас всех в большей степени. Потому что медицина и все наши силы и средства, они готовы к приему, заметьте, больных. Наша задача, чтобы этих больных не случилось. И поэтому здесь самое основное – помнить об этом и всем четко выполнять те рекомендации, которые звучат со всех экранов. То есть это находиться все-таки дома, не встречать праздник в шумной компании дома и даже не посещать своих пожилых родственников, как бы ни было это, не хотелось их поздравить лично, обнять, как совершенно правильно, чего они хотят, и соблюдать социальную дистанцию. И все-таки масочный режим, что бы ни говорили, он обязательный для всех, для тех, кто в том числе переболел инфекцией. То есть соблюдение масочного режима везде, особенно там, где скопление людей. Все-таки избегать этих скоплений и не посещать массовые мероприятия. Весь Новый год проводить в здоровом, хорошем состоянии, гулять, прогулки. К счастью, можно гулять, да, это не запрещено. Можно гулять, это не запрещено. И, конечно же, не употреблять алкоголь, не переедать, не переутомляться, я извиняюсь, в этих шумных компаниях и не контактировать с большим количеством людей. И тогда наши койки будут оставаться свободными в ожидании. Поэтому хотелось бы все-таки, чтобы... Давайте, да, звонок премиум, продолжим еще про Новый год. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. Вот я педагог. Вот у нас сейчас идет запись на вот проделывание вот этой прививки от коронавируса. Вот. Допустим, я эту прививку делаю. Мне вводят микробы. В ограниченном количестве, конечно, я понимаю. Но вот я прихожу домой, у меня вот муж, 65+. Может ли он заразиться от меня вот этим коронавирусом, который во мне сидит-то? Спасибо за вопрос. Я смогу успокоить. Никакого вируса в вакцине не сидит. Это убитая совершенно вакцина. Там никаких микробов нет. И привитый человек никакой опасности для окружающих ни для кого не представляет. Поскольку вакцина не содержит живых вирусов. Очень хорошо, что зашел разговор про вакцинацию против коронавируса, потому что сейчас об этом, ну, тоже каждый второй, наверное, думает и говорит. Она уже началась в нашей регионе. И как она будет проходить в перспективе? В перспективе. У нас уже сейчас поступают, поступают, еще поступают вакцины. Мы сейчас приступили совершенно правильно, говорит обратившаяся наша женщина, которая позвонила нам. Мы начали уже прививать не только медицинских работников, но и педагогов. Начали прививать социальных работников. То есть те, которые имеют близкий контакт и с большим количеством людей. Ожидается в январе и феврале поступление вакцин уже для населения. Мы продолжаем разворачивать пункты вакцинации. Сейчас в лечебных учреждениях проводят работу по отбору населения. В первую очередь из группы риска. В первую очередь это лица, которые страдают с сахарным диабетом, болезнями системы кровообращения. Их разрешили прививать? Их никто и не запрещал прививать. У нас есть ограничения по возрасту. И по сахарному диабету, если я не ошибаюсь. Нет, наоборот. Больные с сахарным диабетом, к сожалению, в структуре смертности они лидируют у нас. Это граждане, которые погибают от сахарного диабета. И поэтому мы рекомендуем в первую очередь пациентов, которые страдают с сахарным диабетом, прививать их в первую очередь. Причем сейчас пока в вакцине есть ограничения по возрасту от 18 до 60 лет. Особенность этой вакцины. Поэтому, если будет вакцина поступать уже... Поэтому очень много было передач посвящено. Почему до 60 лет? Всем известно. То есть есть ограничения по возрасту. Но рекомендуется прививать в первую очередь лиц, которые страдают вот этими заболеваниями. Это лиц с ожирением, сахарным диабетом, болезнями системы кровообращения. Именно им мы сейчас начали работу. Участковые врачи с ними работают, потому что исключительно добровольная для всех добровольная процедура вакцинации. Но очень хотелось бы, чтобы граждане отнеслись к этому с большим пониманием. Потому что уже история вакцинации во всем мире доказала, что любую пандемию можно победить исключительно созданием прослойки. Тому пример грипп. Тому пример грипп. Тому пример грипп. Тому пример грипп, конечно. Татьяна Ивановна, у нас на самом деле всего две минутки. Давайте попробуем еще на один звонок ответить. Алло, здравствуйте. 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 Я в стационар попала 29 октября. Но до того, ко мне приходил врач, выписывал лекарство, которое я приобрела в аптеке. Скажите, пожалуйста, могу я как-то возьмите потраченную сумму или нет? Если коротко, отвечу нет. Вот это не предусмотрено. Программа восстановления средств. И так мы практически-то уже заканчиваем сегодняшнюю программу. Вот так хотелось, честно говоря, поговорить о еще других достижениях этого года. Ну, считайте, что вы получили приглашение. Очень надеюсь, что на него откликнетесь, и в следующем году мы сможем об этом поговорить. Хотелось бы сказать, что все-таки для наших граждан ничего не прекращалось, по большому счету. Все объемы по высокотехнологичной помощи мы выполнили. Все национальные проекты, задачи, которые были поставлены, мы их реализовали. Несмотря на то, что боролись с пандемией. Несмотря на то, что боролись с пандемией. Да, и оборудование поставлено. Все больные, которые подлежали высокотехнологичным видам помощи, получили ее, в том числе за пределами Самарской области. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается, это уже тема следующего года. Это была последняя программа этого года. Я только хочу в завершении сказать, что, наверное, нам и есть за что и быть благодарными пандемии. Потому что впервые, может быть, за всю историю страны, за всю историю мира на первое место вышла ценность именно человеческой жизни, не экономика. Хорошего Нового года. Спасибо, Татьяна Ивановна. Всех Нового года. Мы, конечно же, всем желаем здоровья. Будьте здоровы, берегите себя. Будьте здоровы, берегите себя.